Перинатальный центр строят на месте бывшей инфекционной больницы. Чтобы избежать в новом здании старых проблем, сырости и затопления подвалов, уровень первого этажа подняли и в целом сравняли перепад высот, который составлял раньше 15 метров. Пока здесь залили только фундаментную плиту, но уже через несколько месяцев это помещение превратится в подвал, где будут находиться отделения для дезинфекции, комнаты персонала и старшей медсестры. Ну а наверху появится еще 8 этажей, где будут находиться мамы с детьми. По словам строителей, самое сложное уже позади это подготовка территории, выравнивание площадки и возведение подпорной стены, которую рабочие шутя сравнивают с Великой Китайской. И сооружение действительно довольно сложное, длиной около 380 метров и шириной около 10, его строили почти полгода. Теперь осталось возвести само здание, которое будет состоять из двух частей. Трехэтажный административный, где будут располагаться регистратура и конференц-зал, и восьмиэтажный основной. Перинатальный центр у нас строится по программе развития перинатальных центров в России. Между ГУСК заключен государственный контракт со строительной компанией Кубани. Стоимость контракта около 2 миллиардов рублей. Финансирование у нас идет из федерального бюджета и краевого бюджета. Данный комплекс рассчитан на 150 посещений в смену, также 130 стационарных коек. Кроме родового, реанимационного, консультативно-диагностического и других основных отделений, в новом центре появится отдел вспомогательных репродуктивных технологий, где будет доступна, к примеру, процедура экстракорпорального оплодотворения. Обеспечивать бесперебойную работу всего здания будут две новых трансформаторных подстанции и собственная котельная. Чтобы успеть все это построить, 125 рабочих трудятся в три смены без выходных. Строители говорят, с этим объектом им повезло. Ведь они возводят стены, в которых будут рождаться тысячи новых жизней. Давит груз ответственности. Думаю, все у нас получится. И все еще приедем со своими женами в перинатальный центр. И нас тут будут встречать, как бы, добрым словом. В управлении здравоохранения администрации города отмечают, проблем с демографией в Сочи нет. Только в прошлом году на курорте родилось около 7,5 тысяч детей. Это почти на 300 человек больше, чем в 2013-м и на 400 больше, чем в 2012-м году. И даже если этот показатель продолжит расти, новый центр сможет стать первым домом для всех новорожденных сочинцев. Новый перинатальный центр будет содержать и включать в себя оборудование самое современное, самое последнее из всех достижений медицинских технологий, как для мамочек, так и для маленьких деток. В эксплуатацию центр сдадут полностью готовым к приему будущих мам. К тому же строители обещают обустроить для пациенток парковую зону с деревьями, газонами и скамейками. Открывать новый перинатальный центр планируют ровно через год, в июне 2016-го. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ.